Проблемы расползаются. Снова многоэтажный дом по улице Широкой, а в Минске, где на минувшей неделе проводили ремонт опоры, привлек к себе внимание. Напомню, в прошлую пятницу жильцов временно отселили. В центральном подъезде строители обнаружили трещину на несущей колонне. Было принято решение ее укрепить. До вечера того же дня все работы были завершены и люди вернулись в свои квартиры. Правда, уже сегодня жильцы сами вызвали спасателей. Добавлю, что у этого дома непростая судьба. Во время строительства несколько раз менялись подрядчики. И, как говорят жильцы, проблемы обнажились еще полтора года назад. Александр Камович в теме. Мы вышли на улицу гулять с детьми и увидели какое-то движение, люди в костюмах. Ну, как бы не свойственная ситуация для сегодняшнего дня. Заградительная лента, сотрудники милиции и спасатели во дворе. Такую картину увидели жильцы многоэтажки по улице Широкой в минувшую пятницу. Всех людей попросили покинуть свои квартиры до вечера. Причина – трещины в несущей колонне. Тому, что дом практически аварийный, никто из дешних не удивился. Большие вопросы у минчан вызвала скорая эвакуация. Никаких не было ни предупреждений, ничего. Мы гуляя с детьми, я попросила объяснить мне ситуацию. Мне сказали, за полчаса собирайте вещи. Ну, не вещи, а скажем так, можете взять цены, можете не брать цены. И покиньте, пожалуйста, дом до 20.00. Если мне некуда, вот я мама троих детей, мне некуда пойти, мне предложили обратиться в 178-ю школу. Работники администрации района при поддержке милиции помогли людям покинуть дом. Как отметили сами жильцы, проблемы с их домом начались еще полтора года назад. Они обращались в различные инстанции с тем, что в их квартирах образуются трещины. К вечеру того же дня все строительно-ремонтные работы были завершены. За моей спиной тот самый подъезд, многоэтажки по улице Широкой, где на прошлой неделе треснула опора дома. Надо сказать, что строители провели серьезную работу и укрепили колонну. И специалисты говорят, что никаких опасений нет, а в рейной ситуации не наблюдается. Впрочем, сегодня в МЧС поступило сообщение, что уже в третьем подъезде якобы треснула колонна. Жильцы третьего подъезда также давно жаловались на трещины. Как не поддаться панике с учетом такого интереса к дому в последнее время, размышляет местный житель Александр Малаховский. Изначально, когда я только сюда начал заселяться, делать ремонт, были трещины по штукатурке. Но это не несущие были колонны, не несущие стены. А просто в доме, где газосиликатные блоки лежат, они не несут на себе никакой нагрузки, там были трещины по штукатурке. Но это в принципе не критично. Дом дает усадку, понятное дело. Ну, на сегодняшний день, я уже вижу, если несущие колонны начали трескаться, ну, значит, это уже опасность какая-то. Специалисты успокаивают, никакой опасности дом не несет. Колонна в третьем подъезде визуально не изменила сериальную же ситуацию, выясняют эксперты. Вроде бы звонили из первого подъезда, что в третьем подъезде обрушение. Значит, установлено, что никакого обрушения не произошло, и угрозы никакой нет. Колонны сейчас будут все обследоваться. Ну, то, что мы сейчас видим, не вызывает опасений. А уже по результатам обследования будет более конкретно нам что-то предложено самими обследователями. Работы по укреплению колонны во втором подъезде обещают завершить к субботе. А кроме того, в ближайшее время специалисты проведут осмотр фундамента, стен, колонн и всех квартир на предмет технических неполадок. Эвакуация жильцов на данном этапе не потребуется, заявили специалисты. Александр Камович и Александр Олешко. Зона Икс.